Добрый день, уважаемые участники чемпионата лучший автомеханик Российской Федерации 2018 года. От лица генерального партнера чемпионата компании Кастрол позвольте представить вам задание на отборочный тур. В рамках конкурсного задания мы проведем замену масла на автомобили Nissan Murano. Если вы заметите какие-либо ошибки, которые мы допустим в ходе проведения данной процедуры, пожалуйста, сообщите нам об этом на электронную почту. Начинаем осмотр для замены с осмотра подкапотного пространства. Все, работа сверху закончена, теперь мы можем поднять автомобиль. После того, как мы провели осмотр того, что находится снизу автомобиля на предмет различных утечек, мы приступаем к замене смазочного материала. Музыка 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 Пока старое масло полностью стекает с системы, нам необходимо выбрать тот продукт, на котором автомобиль будет работать дальше. Для этого мы обратимся к руководству по эксплуатации. Музыка Итак, обратимся к руководству по эксплуатации. Для двигателя VQ35 рекомендован широкий спектр масел, большая часть которых обладает энергосберегающими свойствами. Осталось выбрать наиболее подходящие из них. Музыка Здесь у нас представлен широкий ассортимент продуктов. Все они относятся к линейке MagnaTec. Давайте посмотрим, каким требованиям каждый из этих продуктов отвечает, после чего сделаем свой выбор для дальнейшей эксплуатации автомобиля. Продукт 5W-40. Продукт 5W-30. Продукт 5W-20. Я оставлю свой выбор на наименее вязком продукте. Масле Castrol MagnaTec Stop Start 5W-20. И мой автомобиль эксплуатируется в городе, поэтому я считаю, что таким образом я сэкономлю определенное количество топлива. Поэтому будем использовать масло класса вязкости 5W-20. Продукт 5W-20. После того, как старое масло полностью удалено из системы, мы собираем всю систему в обратном порядке. Возвращаем на место болт с прокладкой. После того, как мы установили на место сливную пробку, нам необходимо установить на автомобиль новый масляный фильтр. Поэтому мы берем фильтр, который подходит для указанного двигателя. Убираем изоляционный материал и ставим фильтр на место. Ну, а для того, чтобы фильтр из-за вибрации двигателя у нас не открутился, нам необходимо максимально сильно его зафиксировать. Итак, мы установили на место сливную пробку, мы поставили новый масляный фильтр, установили на место пыль и грязь защитный чехол. На этом работа под автомобилем закончена. Мы его сейчас опустим, зальем новое масло в мотор и, собственно говоря, на этом все закончится. При использовании смазочного материала не забудьте убедиться в его подлинности. Если мы с вами говорим о продукции компании Кастрол, то при ее производстве применяется многоступенчатая система защиты. На пробке каждой канистры размещается логотип Кастрол на верхнем днище. Также логотип Кастрол размещается на боковой поверхности пробки и стопорном кольце. Необходимо обратить внимание на изображение замка, которое размещается на тыльной этикетке. Под пробкой канистры размещается фольгированное покрытие. Мы отмерили необходимое количество выбранного нами масла. Теперь осталось залить его двигателем. Теперь нам необходимо убедиться, что в двигателе находится необходимое количество масла. Достаем масляный щуп. Масло ниже максимума, поэтому нам необходимо долить необходимое количество. Между отметками минимум и максимум, как правило, в подобных моторах находится около 1 литра масла. Поэтому мы дольем пол-литра, и этого будет вполне достаточно. Итак, мы закончили все операции под капотом, убедились в том, что уровень масла в норме. Поэтому мы заканчиваем работу через часть автомобиля, и все, что нам осталось, это проверить работу по сумме двигателя. Включаем зажигание. Включается система самодиагностики. Запускаем двигатель. Как видите, контрольная лампа давления масла не горит. Значит, система смазки работает штатно. Мы закончили представление конкурсного задания. Я желаю вам удачи в поиске допущенных нами неточностей. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok